Неотложная кардиология, лечение нарушений ритма сердцебиения и профилактика внезапной смерти, генетические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний. И это далеко не весь перечень тем, которые обсудили ведущие кардиологи разных стран на конференции. Сейчас эксперты отрасли отмечают снижение сердечно-сосудистых заболеваний. Количество заболеваний, к счастью, оно не растет, растет выявляемость заболеваний, а смертность сердечно-сосудистых заболеваний снижается. И это именно связано с тем, что мы активно внедряем в практику все самые современные, это с одной стороны, а с другой стороны мы пропагандируем обучение наших пациентов. Кардиологи и врачи других специализаций со всей страны, а также Голландии, Германии, Польши, Сербии, Беларуси, Израиля съехали с Самару обсудить противоречия современной кардиологии, спорные и нерешенные вопросы. Здесь в течение двух дней прошло около 50 научных симпозиумов. У нас специалистов есть чему поучиться, но это не значит, что мы должны встать, мы должны двигаться постоянно вперед и учитывать опыт и те достижения, которые есть и у других коллег. Хотелось в ближайшее время этот вопрос, чтобы коллеги по профилю сердечно-сосудистых хирургий смогли провести пересадку сердца. Если это будет, это будет мощным ремком движения нашей Самарской области вперед. Особое внимание на конференции уделили молодым специалистам, а также студентам медицинских вузов. Для них провели отдельные заседания. Особенно важно, вот в этой конференции есть отдельная секция для молодых ученых, где они собственные разработки презентуют на английском языке, идет обсуждение. Это еще более важный момент, это возможность интеграции, возможность освещения своих разработок и обсуждение уже на уровне таком, знаете, не только молодом, но и уже состоявшихся ученых. Сохранить и улучшить жизнь пациентов помогает обмен опытом. Именно здесь ведущие эксперты страны и мира разрабатывают эффективные инновационные методы лечения. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.